Это новая Alfa Romeo Giulia GTA M. Это самая экстремальная, самая интересная, самая красивая и самая дорогая альфа из всех на сегодня. О, я вам потом скажу, сколько она стоит. Короче, сегодня я расскажу не только о цене, но и обо всех усовершенствованиях ходовой, о дизайне, о салоне. Все, что нужно знать об этом авто, включая его разгон до 60 миль в час. Будет ли он соответствовать заявленным альфой числам. Также, разумеется, проверю тормоза и немного погоняю. Может, даже немного ушатаю тормоза. Смотрите видео, чтобы не пропустить. Короче, я Мэтт Уотсон, и это CarVao. Давайте перво-наперво поговорим о двигателе, ведь для этой специальной версии альфа, разумеется, подвергли его тюнингу. Заменили карданный вал, доработали масляную систему и систему охлаждения, перепрошили ЭБУ. Так что мощность должна прилично вырасти, да? Неа. В общем, это двигатель В6 Твин Турбо 2,9 литра, как и у стандартной модели. У обычной альфы 510 лошадиных сил, а тут аж на целых 30 лошадок больше. И все. То есть 540 лошадей. Крутящего момента ровно столько же. Все те же 600 ньютон-метров. Так чего, собственно, добавилось-то? Поглядим сзади. Зацените, альфа поставили вот эту роскошную титановую выхлопную систему от Акрапович, расположенную по центру. О да, звучит эпично. Послушаем. Заводи шарманку. Давай. По-моему, у меня только что лопнули барабанные перепонки. Я не шучу. Мне больно. Несмотря на звон в ушах, я продолжу обзор этого авто, ведь я профессионал. Поговорим о стайлинговых доработках. У GTI M переделанный более агрессивный передний бампер, только гляньте. И карбона тут гораздо больше, чем на обычной модели. А этот передний сплиттер можно отрегулировать вручную на 40 мм, в зависимости от того, нужна ли большая прижимная сила или максимальная скорость. И все воздухозаборники настоящие, неподдельные. Слава тебе, Господи. Сбоку опять же видим карбон, например, на зеркалах, а еще на них итальянский флаг, как милая. Крылья тоже из карбона, но с виду и не скажешь, ведь они покрашены. Зато видно, что пороги тут из карбона. Смотрите, они с такими закрылками, и на них написано Sauber Engineering, поскольку Sauber это подразделение Альфа, разрабатывающее болиды Формулы 1. Так что так. Еще карбон на задних колесных арках, а диски тут, кстати. Кованные, 20 дюймов. И выглядят они классно. Из изменений сзади я заметил только что эмблема Альфы, теперь черного цвета. И есть еще эмблема Julia GTM, которая с виду наклейка-наклейка, но нет, точно под лакировкой, слава тебе, Господи. А, точно, тут же еще такой здоровенный подлокотник из карбона. Его еще называют антикрылом. У него четыре разных положения. Также позади огромный диффузор, который, как я полагаю, прям рассеивает воздух. И все, что вы тут видите, настоящее. Из основных изменений в салоне, во-первых, огромное количество алькантары на потолке, на дверях, на передней панели. И бело-зеленая прострочка, эмблема GTM здесь, а также дверные ручки-пекли. Но GT прям дальше некуда. И у всего карбона тут матовая, а не глянцевая поверхность, как в обычной модели. Также, разумеется, стоит упомянуть сиденья. Здесь ковшеобразные гоночные сиденья от Subbelt и шеститочечные гоночные ремни безопасности, глядите. Но, к счастью, если не хотите с ними возиться при обычной поездке, есть и традиционный ремень. Но это не все. Это авто экземпляр 320 из 500. Все верно, GTA и GTA M будет совокупно сделано всего-навсего 500 экземпляров. Модель GTA немного дешевле, можно сэкономить где-то 5000 фунтов по сравнению с GTA M. Но все равно обе модели ужасно дорогие. Это авто стоит 155 тысяч фунтов. Серьезно? Дурдом, да? Можно сэкономить целую кучу бабла, если взять себе обычную Джулию Квадрофолию. Но все же у GTA M много всяких прибабахов, поэтому продолжу-ка я, пожалуй, его обзор. Стандартная комплектация у этого авто карбон-керамические тормоза. На передней оси диски 390 мм и шестипоршневые суппорта. Позади диски 360 мм и четырехпоршневые суппорта. И они, ну просто очень выносливые, собственно. Я так гонял на этом авто по треку, что у него загорелись тормозные колодки. Ага. Ну ничего страшного, все в полном порядке. Как бы то ни было. А давайте-ка проверим тормоза. Ну что, проверим тормоза. Аварийное торможение с 96 км в час. Ну вот, начинаем здесь. Ах, так. Остановились с 96 за 34 метра, что вообще как-то... Средненькое. Карбон-керамика. Для наилучшего результата их надо как следует прогреть. Будь это чугунные тормоза, они бы справились чуть лучше с первого раза. Но, конечно, на треке карбон-керамика предпочтительнее. Поговорим об усовершенствовании ходовой этого авто. Их дофига. Итак, опустили подвеску, пружины стали жестче. Адаптивные амортизаторы подрегулировали. Задние и передние стабилизаторы поперечной устойчивости стали жестче. Альфа также сделали авто шире. Позади колея стала шире на 50 мм, а спереди на 25 мм. Рулевое также поднастроили для лучшей отзывчивости. Теперь всего два оборота руля от одного упора до другого. Также в стандартной комплектации резина Michelin Pilot Sport Cup 2. Еще кое-какие существенные перемены. Задние двери теперь не из металла, а из пластика. Как и заднее стекло и задние боковые стекла. И поглядите! Нет задних сидений. Вместо них полукаркас безопасности. И вот эти сетки, куда можно положить, например, шлем, чтобы не болтался. Еще есть огнетушитель. Гоношней просто некуда. Ну что же, проверим езду на этом GTA M. Ну, мега-движок. Вау! Так свободно набирает обороты. И так громко поет. Отличный звук. И двигатель приемистый. В ручном режиме коробка быстрая, четкая. Не самая быстрая, но работает достаточно шустро. А вот рулевой, конечно, класс. Машина идеально заходит в поворот. Все так точно. Едет именно туда, куда нужно. Спереди зацеп просто отменный. И машина держится совершенно ровно на поворотах. При этом подвеска... Не сказать, чтобы слишком жесткая. Есть плавность. И задняя ось также хорошо справляется с тем, чтобы набирать мощность и проходить повороты. Такое во всех отношениях отличное авто. Я-то думал, на обычной дороге будет жестковато, но эта модель как будто лучше справляется и комфортнее, нежели стандартная квадрофолио. Не знаю, как этого добились. Какая-то особая итальянская магия. Хотя, знаете, я подумал, когда автопроизводители делают какую-нибудь модель, те же Альфа, когда делали Джулио Квадрофолио, в один момент им пришлось прекратить работать над авто. Вышли сроки, закончились бюджеты, нужно выпускать модель на рынок. Но инженеры при этом годами продолжают держать в уме те наработки, которые можно было сделать даже после выхода модели. И вот накопилось определенное количество идей и ноу-хау, как сделать авто заметно лучше. Чтобы, когда появится возможность сделать подобное авто, специальную версию, можно было применить все наработки по сравнению с оригинальной моделью при его изготовлении. И получается улучшенная модель. То есть, по ощущениям, она заметно превосходит стандартную версию. И обычно это авто было офигенным, а это просто на порядок лучше. Я в восторге. Так, придется мне развернуться и еще раз проехаться по этой дороге. Обычно я успеваю закончить с болтовни, и отсюда уже еду дальше, но придется еще разок. Хорошо! Мой BMW M3 Competition в сравнении даже немного... А это отличное авто. Не скажешь, что BMW M3 в чем-то плох, очень достойная машина. Просто эта модель кажется чуть более помпезной, чуть более собранной, и как будто по дороге она едет лучше. Кажется, что такое авто должно подходить только для трека, а на дороге придется пойти на определенные компромиссы. Но нет, по дороге оно едет отменно. Теперь вопрос, а как оно покажет себя при обычной езде? Поставлю-ка я драйв, включу обычный режим, немного помягче станут амортизаторы, и все теперь чуть поспокойнее. И по правде говоря, в салоне чуть больше шума, нежели в обычной квадрофоле, которая тоже не самая тихая машина в своем классе. Шума от дороги побольше, но в целом терпимо, куда лучше, чем в каком-нибудь Porsche 911 GT3, там-то просто дурдом при обычной езде по шоссе. С этим хотя бы жить можно. А коробка... Это автомат, гидротрансформатор, хороша, справляется, спокойно переключает одну передачу за другой. Для повседневности это авто подходит неплохо, именно в плане езды, так-то позади сидений нет. Единственный минус, пожалуй, карбон-керамические тормоза, они требуют привыкания. Они неплохие по меркам карбон-керамики, но они такие плавные и не так хорошо чувствуешь их ход по сравнению с теми же чугунными тормозами на обычной модели. Эти могут показаться излишне хваткими, вот как сейчас. Пассажирам от такого может поплохеть. Ну как пассажирам, тут место ровно для одного, что это я. Ну вот, да. О, а еще они иногда вот так скрипят. Очевидно, что в этой модели пришлось поступиться практичности. К счастью, можно взять GTA, если хотите модель с задними сидениями, там они на месте и нет полукаркаса безопасности. Нормально. Но есть проблемка. Глядите. Вот эта часть каркаса находится в багажнике, что съедает объем и затрудняет загрузку багажа. И на этом к пяти недостаткам. Альфа Ромео Джулии, GTA M. Как ни странно, в настолько ориентированной на гоночный трек модели невозможно полностью отключить систему стабилизации. Даже в гоночном режиме Race она все еще работает, там где-то на заднем плане. То есть не получится толком понарезать большие и дымные бублики, как в том же BMW M3. Понятно, что эта ограниченная серия не должна сильно падать в цене. Но 155 тысяч фунтов за Джулия Квадрофолио... Это все же перебор. Это вдвое дороже обычной модели и дороже Porsche 911 GT3, на котором, если по чесноку, ездить повеселее. Даже если вы надели шеститочечный ремень безопасности, вам все равно необходимо защелкнуть и обычный ремень. Ведь в противном случае авто будет считать, что вы не пристегнуты, и подавать соответствующие сигналы во время езды по треку. Как-то это... тупо. Жаль, что нельзя опустить задние стекла. Так можно было бы лучше слышать эпичный звук выхлопа. Аэродинамический обвес спереди. Смотрится, конечно, потрясно. Но и расположен он слишком близко к земле, поэтому его очень легко повредить. Если приглядитесь, заметите, что он уже довольно заметно поцарапан. И мне кажется, если удачно наехать на лежачего полицейского, карбон и вовсе треснет, и ремонт тогда влетит в копеечку. Но не все так плохо. Вот пять достоинств этого авто. Благодаря карбону и облегченному салону, снаряженная масса GTA M всего 1540 килограммов. Это на 140 килограммов меньше обычной джулии квадрофолио, и на 40 килограммов меньше GTA. Альфа не стали в целях снижения массы избавляться от информационно-развлекательной системы и кондиционера, как некоторые другие автопроизводители. И слава тебе, господи, такое меня страшно бесит. Зацените! Колесо с центральной гайкой. Впервые на серийном автомобиле-седане. Благодаря регулируемому аэродинамическому обвесу, у GTA M 300 килограммов прижимной силы, что в три раза больше, чем у обычной модели. Кстати, на тестовой трассе Альфа-Ромео в Балокко эта модель проехала круг на 4 секунды быстрее. В разработке ходовой этой модели Альфи помогали гонщики Формулы-1 Кимми Райканен и Антонио Джовинаци. Кстати, если вам самому захочется выглядеть как гонщик, при покупке такого авто можно взять себе еще и полноценное гоночное обмундирование. Ну что ж, проверим реальный разгон этого авто до 60 миль в час. Оборудование для замеров врать не будет. Справимся за 3,6. Но только не в этот раз. Ясно. Время 5,32. Поставлю-ка я, пожалуй, режим Dynamic, чтобы не так буксовать. Так, попробуем еще раз. 4,97. Колесам не хватает зацепа. Конечно, этим Мишленам нужен добротный прогрев для хорошего результата, а при обычных условиях не на треке так хорошо прогреть резину не получится. Впрочем, давайте еще раз. Так, последняя попытка. Ну же Альфа. Это лучший старт. Не подведи. Опять подбуксовываем. Да, ну все. 4,6. То есть на секунду медленнее, чем заявляют Альфа. Мне удавалось добиться лучшего разгона в этом авто, когда я ездил на нем по треку. Если хотите посмотреть, какое тогда было время и насколько быстро оно едет по трассе, я замерял время прохождения круга его и 911 GT3. Нажмите на подсказку сверху, чтобы перейти к этому видео. Итак, каков же мой вердикт на Альфа Ромео Джулия GTAM? Следует ли о ней забыть, призадуматься, задуматься всерьез или пойти и купить, не раздумывая? Полагаю, большинству, несмотря на то, что это крутое авто и от него в восторге, следует о нем забыть. За 155 тысяч фунтов можно купить машину и получше. Однако, если вам деньги жгут карман и вы собираете редкие авто, то определенно стоит купить его и добавить в свою коллекцию. Это ограниченная серия, значит не упадет в цене. Но есть в нем нечто уникальное и замечательное. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк. Если вы постоянный зритель, но еще не подписались на нас, вы чего? Исправляетесь, помогите нам получить больше подобных авто для обзора. Нажмите на окошко слива, чтобы посмотреть другие видео, или на значок по центру, там сюрприз.